С вами ТОП ХАЙП и в этом выпуске я покажу вам находки, которые подтверждают существование высших цивилизаций. Что доказывает существование высших цивилизаций лучше, чем мумии? Правильно, ничего. Ведь они являются прямым доказательством иных форм жизни, о которых люди могли даже и не догадываться. Во время очередных раскопок в Египте, а точнее, во время изучения пирамид в Гизе, ученые наткнулись на один крайне необычный саркофаг. Его нашли еще в далеком 1961 году, однако объяснить эту невероятную находку никто не может до сих пор. Саркофаг отличался от известных египтологам захоронений своими размерами и символами, которые находились на его крышке. Это были не египетские иероглифы, а до сих пор неизвестный вид письменности. Внутри саркофага оказалась мумия. Вот человеческого только в ней ничего не было, от слова совсем. Взгляните на это тело. Вам не кажется, что оно принадлежало инопланетянам или какой-то неизвестной человечеству высшей цивилизации, населявшей Землю в прошлом, в трехпалые конечности? Глаза расположены слишком близко друг к другу. Крупная голова, отсутствие носа, век и ушей. И это я еще не говорю о большом росте, который оценивается примерно в 2,40. Современные ученые взяли образцы ДНК того тела и загрузили их в компьютер, который проанализировал имеющуюся информацию и выдал примерный результат того, как эти монстры могли выглядеть при жизни. Получилось что-то подобное? Как вам кажется, эта мумия действительно принадлежала кому-то из высшей цивилизации? Или археологи обвели всех вокруг пальца и выдали фейк за реальность? Напишите ваше мнение в комментариях. Та история из Египта далеко не единственная, в которой была замешана чья-то древняя мумия. Так, несколькими годами позже, в 1969-м, в селе Ржавчик Тесульского района Кемеровской области, во время проведения взрывных работ на угольном разрезе, люди нашли вот это. Перед ними предстал двухметровый саркофаг изумительно точной выделки. Все проходящие в том месте работы в тот час были остановлены. Люди занялись подъемом мистического объекта наружу. Оказалось, что гроб был до краев наполнен жидкостью кристальной прозрачности, под родниковой гладью которой покоилась настоящая женщина. Вернее, выглядела она как настоящая. Ее рост был примерно 180 сантиметров, и со слов работников она была прекрасна. Тело вместе с саркофагом почти сразу же стало предметом всеобщего обозрения и внимания. На место прибыло начальство и приказало отвезти гроб на исследование. В ходе них оказалось, что данному захоронению по меньшей мере 800 миллионов лет. Это абсолютно противоречит теории о происхождении человека и ставит под вопрос вообще всю историю Земли. Причем, если верить генетическому анализу, сходство женщины с современным человеком совпало на 100%. Но как такое возможно? К людям, которые сделали эту находку, возник небывалый интерес со стороны журналистов. Но вот незадача. Все они как в какой-то сказке якобы начали погибать от разного рода обстоятельств. С другой стороны, легенд и мифов в природе огромное количество. Если верить каждому из них, можно сойти с ума. Но никто ведь не призывает верить всему сказанному людьми. Можно это слушать и проводить собственную аналитику. Ровно так я предлагаю поступить касательно загадочного Тиуанако. Древнего города, который нашли в 15 километрах от южного берега Титикака, что в Боливии. Согласно мифам инков, этот город существовал еще до появления солнца или луны. Определить так это или нет сегодня нам не удастся, поскольку от города, увы, остались одни лишь руины. Но не спешите перелистывать эту страницу истории. Развалины тоже нам могут рассказать очень многое. Так, среди них люди разглядели некоторые более-менее уцелевшие плиты, на которых встречаются изображения вымерших десятки тысяч лет назад существ. Назвать их обычными людьми я не могу, поскольку, если верить истории, в те времена мы на такое не были способны. Только посмотрите, с какой точностью созданы эти рисунки. Да и содержимому изображений тоже стоит отдать должное. Мы видим непонятных существ с квадратной головой, которые, возможно, жили в том месте в прошлом. Вместе со странными рисунками в глаза ученым бросилась и уникальная техника обработки камня. Даже с современными технологиями не всегда можно получить такой результат. Да и вообще непонятно, как эти тяжеленные блоки затаскивали в горы. Вряд ли это могли сделать люди без соответствующих технологий. А значит, высшей цивилизации, обитавшей здесь в прошлом, все-таки быть. Но есть и более конкретные открытия, которые чуть ли не прямо нам говорят о том, что когда-то в прошлом на нашей планете жили куда более развитые цивилизации. Очередной зацепкой, которую эти создания оставили после себя, стал микрочип, найденный в старом камне. Возраст этого артефакта оценивается примерно в 250 миллионов лет. Он имеет странный срез и явно отполированную часть с чем-то вроде контактов для подключения электронных устройств. Действительно ли это микрочип и правда ли он использовался в древние времена? По мнению многих экспертов, да. Ученые считают, что данный камень попал на Землю случайно, ведь он является частью промысла инопланетян. Счастье существования высших цивилизаций доказывает не только микрочип, найденный в старом камне, но и другой загадочный артефакт, который удивляет не меньше. Я говорю о так называемом генетическом диске. Его нашли на территории Латинской Америки и почти сразу же назвали одним из самых невероятных и интересных объектов, которые когда-либо людям удавалось найти. Первичные анализы показали, что возраст генетического диска примерно 6000 лет. Весит это чудо около 2 кило, а в диаметре имеет 27 сантиметров. Он изготовлен из очень твердого и чрезвычайно прочного минерала под названием ледит, а также он имеет невероятную структуру. Большинство ученых сошлись во мнении, что сотворить такой диск очень трудно даже в наше время. Как минимум из-за вот этих рисунков. Они выполнены безумно четко и более того, имеют смысл. Данный диск в силу своего названия иллюстрирует подробную информацию о цикле жизни, от оплодотворения яйцеклетки до появления на свет. Вот только как вы уже могли заметить, на свет появляется не человек и даже не существо гуманоидного типа, а кто-то еще, неизвестный науке или, как считают ученые, представитель иной, высшей цивилизации прошлого. Если это действительно так, то этот диск может перевернуть всю мировую историю и открыть перед нами новые горизонты. К слову о высших цивилизациях. Никто ведь не говорил, что они должны жить на Земле, верно? А то люди постоянно ищут их следы в наши дни, находят и утверждают, что они все погибли. Мол, их смыл сильнейший потоп или стер с лица Земли огромный метеорит. Такое, безусловно, тоже возможно. Но ведь они могли просто взять и улететь на другую планету. Об этом ученые подумали? Как только эта версия просочилась в массы, ею тут же заинтересовалось несколько издательских центров, один из которых находился в Китае. Люди воспользовались гигантским и безумно дорогим телескопом под названием FAST, но долгое время не получали никаких стоящих результатов. Однако в 2019 году что-то на их многомиллионную удочку наконец клюнуло. И даже несмотря на то, что многие признали этот контакт обычной помехой, часть ученых осталась при мнении, что это были самые настоящие инопланетяне. Тем не менее, к правде в этой истории так и не удалось прийти по сей день. Касательно обнаруженного сигнала есть факторы и за и против, что служит веской причиной для всех поклонников самого мистического верить в высшие расы и продолжать продвигать эту мысль. Следующая зацепка, которая может свидетельствовать о существовании высших цивилизаций, была найдена в Непале. Ее нашли еще в середине прошлого века. Тарелка Лаладофа изображает спираль нашей галактики, а также странное существо, находящееся на одном из слоев. Не нужно быть экспертом, чтобы понять. Оно слабо походит на человека. Если данная тарелка и правда была сделана в прошлом, то либо люди встретили инопланетян и запечатлели это вот таким необычным образом, либо это и есть артефакт высшей цивилизации, который случайно попал к нам в руки. И хоть точной информации по этой теме нет, до сих пор ученые определили возраст тарелки. Он составил 12 тысяч лет. Причем доподлинно неизвестно даже назначение этого предмета. А как думаете вы, для чего эта тарелка могла использоваться и кто ее создатель? Жду ваше мнение по этому поводу в комментариях. А теперь мы с вами поговорим о камнях. Тех самых, которые могут доказать нашему миру, что существа, жившие в прошлом, были куда более развиты, чем мы. И, вероятно, просто куда-то улетели, посчитав, что развиваться на Земле уже нет особого смысла. Называются эти прекрасные камни камнями Ики. По сути, это целая коррекция валунов, каждый из которых состоит из андезита и имеет свое странное изображение. Такое название камни получили из-за того, что их нашли близ города Ика, что на юге Перу. По размеру и весу артефакты тоже отличаются. Самые маленькие могут весить считанные граммы, а крупные вплоть до полтонны. Но самое главное и интересное, что их объединяет, это, конечно же, рисунки. К примеру, на камнях Ики изображены такие сложные устройства, как телескопы, орудия, разные фантастические животные, карты Земли и даже сцены полномасштабных битв между людьми и динозаврами. Однако и это еще не все. Также некоторые камни иллюстрируют довольно сложные медицинские операции, такие как трансплантация сердца, а на других изображены необычные и явно продвинутые технологии, которые не могли существовать в древности. Разумеется, что такое изобилие материала не может не наводить на пропитанные скептицизмом мысли. Мол, это все сделали люди и, желая запутать обычных мирных граждан, подстроили целое открытие. Но с другой стороны, а что, если это не так? Вдруг эти камни и правда принадлежали народу из прошлого, у которого были впечатляющие знания касательно планеты и людей в целом? Если это так, то существование высших цивилизаций будет доказано в ту же секунду. Камни, на которых изображен кто-то необычный, это, конечно, здорово, но найти саму мумию или фигуру внеземного существа, выполненную в прошлом, еще более удивительно. И хоть такие находки публикуют почти сразу же, тайна фигурок из Ирака почему-то долгое время оставалась в тени. Нашли их в 1919 году, и, по словам археологов, это чудо могло принадлежать древней цивилизации Убаид. На фигурках были изображены ящероподобные существа, которые носили предположительно обычную для тех времен одежду и даже вскармливали детей. А вот информация о древней Вазе, найденной в штате Массачусет, США, находится в открытом доступе. Говорят, что этот загадочный артефакт нашли в далеком 1852-м во время проведения горных работ. Тогда рабочие после взрыва скального участка обнаружили, что взрывной волной на поверхность был выброшен предмет, напоминающий металлическую вазу. Необычность этой находки заключается в том, что данный артефакт был расположен в слое, который образовался около нескольких сотен миллионов лет назад. А в те времена, насколько известно науке, никто вазы не изготавливал. Тогда на Земле царили динозавры, и людей вроде как вообще не было. Подобное открытие тут же повысило градус в комнате обсуждения и всерьез заставило задуматься о правильности написанной нами истории. Что если современные рамки оказались перепутаны? И на самом деле во времена динозавров жила та или иная высшая цивилизация? Следующая необычная находка – все по той же теме высших цивилизаций, о которой сейчас пойдет речь, и она была обнаружена в Перу в 1940-м. Долгое время на нее никто не обращал внимания, пока тема с альтернативными версиями истории не стала набирать вороты. Во времена, когда она была создана, то есть около 4-5 тысяч лет назад, многие цивилизации только начали открывать для себя прелесть колеса. А тут мы видим сложный механизм. Версия, которая обрела довольно много сторонников, гласит о том, что фигурка изображает высшее существо по типу дракона. Данный образ пришел к нашим предкам из легенд, где описываются древние боги. Если мы предполагаем, что древние боги являются неизвестной, высокоразвитой цивилизацией, то эта фигурка тоже объясняется. Правда, не так легко, как может показаться на первый взгляд, ведь создать нечто подобное из золота и изумруда для людей из прошлого было, мягко говоря, непросто. Поэтому высока вероятность, что им кто-то помог, кто-то вроде всевышних существ, о которых мы знаем из легенд. Альмеки. Так называется древняя мезоамериканская цивилизация, которая оставила для современных людей огромное количество сюрпризов и загадок. Говорят, что эти люди были земледельцами и проживали в небольших деревнях по берегам рек, в болотистых поймах, в которых находились наиболее плодородные земли. Главной культурой альмеков был маис. Тропический климат позволял собирать по три урожая в год. Кажется, что все довольно ясно и понятно. Очередные земледельцы из прошлого, что с них взять? Но на самом деле эта история имеет куда более поразительный поворот. Дело в том, что сегодня люди продолжают находить гигантские каменные головы альмеков. Как им удавалось их построить и с какой целью они их возводили? Этого никто не знает. Средняя высота альмекских голов – около двух метров. Вес же этих громадных скульптур колеблется от 10 до 35 тонн. Все головы выполнены в единой стилистической манере, но каждая из них является портретом конкретного человека с характерным набором индивидуальных черт. Теперь вспомните, что я говорил в начале. Это были земледельцы, которые обитали, по сути, в деревнях. Разве таким людям могло оказаться под силу настолько великое сооружение? Есть версия, что в гости к альмекам прилетали инопланетяне, которые и создали эти огромные головы. Макет внеземного корабля Да, вы все верно услышали. Ученые нашли и такое. В 1973 году, во время раскопок в Турции, люди наткнулись на странный окаменелый предмет возрастом более 3000 лет. Поначалу было трудно понять, что он собой представляет. Но когда археологи удалили с него лишний налет, стало ясно, что, скорее всего, перед нами след внеземной высшей цивилизации. Ведь если приглядеться, то можно заметить на фигурке спасательную капсулу или корабль-разведчик. Посередине капсулы находится место для пилота, а само существо одето в ребристый скафандр. Древнее оружие В 30-х годах 20 века один из археологов проводил раскопки неподалеку от древнего римско-персидского поля боя. И совершенно случайно наткнулся на кое-что безумно интересное. Раскопав это чуть лучше, археолог увидел, что открыл древнее здание. А точнее, целую систему туннелей, спрятанных от общих глаз в толще земли. Но далее эта находка начала обретать криповый характер. Оказалось, что в этом самом туннеле лежало около двух десятков тел солдат, которые, по всей видимости, пытались изо всех сил убежать от чего-то или кого-то. Исследовав территорию, ученые пришли к выводу, что, скорее всего, когда римляне услышали, что персы роют туннель под их городом, решили вырыть собственный, чтобы контратаковать их. Проблема была в том, что персы узнали об этом и установили ловушку. Как только римские солдаты спустились в туннель, в них выстрелила горящая сера и битум. А эта адская смесь превращается в легких в яд. Таким образом, обычный туннель под городом превратился в безвыходную ловушку. Тела погибших нашли спустя более тысячи лет. Женщина-вампир. В 2022 году ученые раскопали относительно старую могилу, которая датируется 17 веком. В ней лежал скелет девушки. Но что самое интересное, прямо над шеей человека нависал серб. Так делали для того, чтобы человек не восстал из мертвых. Причем раньше верили, что захоронены. Вовсе не человек, а какое-то другое опасное существо, как, например, вампир. По одной из версий, мифы о вампирах имеют сугубо славянское происхождение. Распространение в других культурах они получили после резонансного отчета о неком умершем мужчине из сербского Силан, у которого якобы отсутствовали признаки разложения, а во рту обнаружилась свежая кровь. Кто знает, может, эта найденная людьми девушка из знатного рода и правда имела какую-то сущность, живущую в ней. Остается надеяться, что археологи не тронули серб и не выпустили ее на волю. Философский камень Именно философским камнем хочется назвать следующую находку, так как, по сути, она тоже стала квинтэссенцией мудрости и просветления. Перед вами розетский камень, обнаруженный в самом конце 18 века. Когда люди нашли этот камень с надписями на нем на разных непонятных языках, они еще понятия не имели, насколько важная находка попалась им в руки. Уже совсем скоро при помощи розетского камня и расшифровки его текстов изменится общая история, сделав возможным прочтение египетских иероглифов впервые за тысячу лет с момента утраты одного из древнейших языков. Ведь до обнаружения камня никто не мог читать древнеегипетский язык. Его носители канули в небытие. Люди пытались хоть как-то его расшифровать, однако отсутствие любого текста, написанного на древнеегипетском и любом другом из известных языков одновременно не давало этого сделать. Но найденный камень, как оказалось, имел также текст и на древнегреческом языке. Это было ровно то, что нужно. Людям удалось расшифровать этот камень и узнать, что он был создан сразу после восшествия на престол Птолемея V, который правил в 180-х годах до нашей эры. На камне содержались указы, в том числе и устанавливавшие божественный культ нового правителя. Именно благодаря этому камни ученые смогли начать изучение истории не только на предположениях, но и на записях, оставленных простыми жителями тех народов. Все, кто смотрели фильм про Индиану Джонса, должны были помнить огромный шар, который катился за ним по лабиринту. Он очень здорово от него убегал, и многим людям навсегда запомнилась эта сцена. Но знали ли вы, что именно за шар это был? Оказывается, тогда нам показали шары Коста-Рики, самую настоящую загадку индейских племен. Этот объект был найден порядка 75 лет назад. Долгое время таинственные сферы были скрыты в диких непроходимых джунглях. Во время вырубки деревьев под плантацией в 1948 году рабочие наткнулись на круглые каменные изваяния. Находками сразу же заинтересовались ученые. Несколько сотен шаров имели различные размеры. Самые крупные достигали 3 метров в диаметре и весили почти 16 тонн, а самые маленькие не превышали 10 сантиметров в диаметре. Решив посмотреть на находку с высоты птичьего полета, исследователи были шокированы. Каждый из шаров либо находился один, либо был в группе. Порой по 3 или даже по 45 штук. Сразу было сделано предположение, что шары были уложены людьми, но непонятно с какой целью и как каменные изваяния попали в эту местность. В Греции велись очередные раскопки. И кто бы мог подумать, что люди наткнутся на достаточно древнее проклятие. Точнее на свинцовые таблички, содержащие его. Но обо всем по порядку. Еще давно люди могли помещать проклятие в могилы, закапывать их глубоко в землю и так далее. Это делалось для того, чтобы силы из-за гробного мира как можно быстрее услышали мольбы человека. На табличке писалось само проклятие и имя жертвы. Иногда можно было встретить сразу несколько имен. Об этом знало правительство и довольно быстро. Еще в 300 году до нашей эры решило сделать первый шаг по пресечению подобных действий. Царь назначил определенных людей, чтобы те следили за порядком и не позволяли никому закапывать таблички в могилы, либо просто под землю. Этот закон начали соблюдать, и правонарушителей стало куда меньше. Однако это породило совершенно новый вид контакта с тем миром. Люди принялись кидать таблички в колодцы. А поскольку вода в жизни греков имела особое значение, они также бросали туда и всякие подношения по типу сосудов с благовониями. Уже современные люди нашли один из таких колодцев, в котором был ряд всевозможных подношений греков, а также порядка 30 свинцовых табличек с именами жертв. На некоторых был заказ на выигрыш судебного процесса. Другие таблички проклинали соперника по спору или просили о том, чтобы выиграть в спорте у кого-то. Кто знает, стоило ли нам поднимать все эти грязные просьбы и проклятия. Может им место где-то там под землей? Гигантский кодекс. Этот кодекс, также известный как Библия Дьявола, представляет собой самую крупную и в то же время одну из самых странных средневековых рукописей, что только находило человечество. Этот кодекс окружает просто тьма разных легенд, мистики и паранормальщины. В этой книге есть две особенности. Ее размер, а также уникальное представление Дьявола. Этот кодекс настолько большой, что для его изготовления потребовалось более 160 шкур животных. Плюс он настолько тяжел, что для его подъема нужны два человека, как минимум высота Библии Дьявола составляет почти целый метр. А теперь подробнее о Библии Дьявола. Такое название книга получила из-за легенды, гласящей, что это рукопись, результат договора с Дьяволом. Равномерность почерка предполагает, что она была написана одним песцом, монахом, приговоренным к смертной казни за нарушение своих обетов. По легенде, этот монах предложил судьям его отпустить, если он создаст книгу, наполненную знаниями мира. Его предположение было принято, но с условием, что монаху удастся завершить монументальную рукопись за одну ночь. Единственный способ для выполнения непреодоримой задачи был с помощью Дьявола. Продав ему свою душу, мужчина смог выполнить приказ и обрести свободу. В этом кодексе есть полный перевод Библии на латинский язык, а также несколько других полезных текстов. Также, что примечательно, в книге Дьявол изображен целиком на одном из листов. Он нарисован с большими когтями на концах вытянутых рук, рогами с красными наконечниками, маленькими красными глазами, зеленой головой и двумя длинными красными языками. На соседней же странице изображен город. Подобное решение нарисовать свободный город и Дьявола рядом, учеными воспринимается как олицетворение посыла автора. Мол, вот отражение того, что ждет людей, если они будут жить хорошей или плохой жизнью. Таинственный камень Именно так по-другому называют меридитский камень, найденный в 1872 году. Причем обнаружил его самый простой человек, который даже ничего не искал. Он лишь нанял рабочих, чтобы те вырыли ямы для ограды его частного дома в городе Меридит. Ну и как вы понимаете, во время раскопок ям люди нашли странный каменный предмет черного цвета и яйцеобразной формы. Как выяснилось позже, таинственный камень был сделан из кварцита, который считается одной из самых твердых горных пород. Но тут сразу же встал логичный вопрос. Как кварцит вообще оказался в этой местности? Ведь на этих территориях даже близко нет никаких его залежей. Вероятно, артефакт был кем-то завезен. И ладно бы, если бы это был просто камень, но на нем также есть и изображение. Причем не одно, а сразу несколько. Самым крупным рисунком на камне является человеческое лицо. Ученые до сих пор ломают голову над тем, как этот рисунок мог быть нанесен на камень. Если спуститься в одну из сторон выгравированного лица, можно заметить початок кукурузы и индейский вигвам. Для индийцев кукуруза была загадочным злаком, который людям подарили боги, сошедшие с небес. Но самое интересное в этой находке не то, что на ней нарисовано, а то, что многие ученые, у которых это яйцо лежит в музее, в последнее время к нему буквально не притрагиваются. Скорее всего, изучение объекта остановлено из-за того, что оно ставит крайне неудобные вопросы. В 17 веке монахиня по имени Изабелла Тамазия стала жертвой вселения в себя дьявола. По крайней мере, так она сообщила своим подругам на следующее утро. Доказательством этого было написано ей уже письмо. Девушка, по ее словам, очнулась среди ночи. Ее руки были в чернилах, а на коленях лежал странный, совершенно непонятный текст на каком-то инородном языке. Монахиня показала запись своим коллегам, но никто не смог ей помочь. И вот прошло более трех сотен лет, как ученые наконец смогли понять, что же там такое было написано. Группа итальянских программистов написала софт, позволяющий расшифровать подобные послания. Оказалось, что то, что написала Изабелла, было совершенно несвязанными фразами. Одна говорила, что Бог людям не поможет, другая – Бог, Иисус и Святой Дух. Исходя из того, что переведенный текст был слабо связан, люди сделали вывод, что у монахини случился приступ, и она просто выдумала этот текст. Девушка знала несколько языков и, вероятно, отлично придумала, как их можно соединить. Также по некоторым источникам монахиня страдала шизофренией. Ну как, страшно? Не расслабляйтесь, у меня для вас есть еще несколько пугающих историй. И начнем мы с истории, которая произошла с исследователями из Индии. Они прибыли на объект, который им было необходимо изучить, и долгое время анализировали его почву. Ничего интересного в ней найти так и не удалось, поэтому группа археологов перешла к изучению ближайших пещер. Как оказалось, это было критически важным и в то же время правильным решением, ведь именно в пещерах люди смогли обнаружить следы другой цивилизации. Под следами, если что, я подразумеваю, не чей-то реальный след на Земле, а полноценную встречу с представителем неизвестной расы. Монстр, которого они встретили, умел разговаривать на всех известных людям языках, поэтому проблем с тем, чтобы с ним договориться, не возникало. Он сказал, что долго следил за людьми и осознав, что мы не представляем опасности, решил выйти на контакт. Какой бы замечательной эта история не казалась, лично я в нее с трудом верю. Все же, если встретить инопланетянина, который умеет разговаривать и не предоставить никаких доказательств, кроме снимка, это слегка странно. Что вы думаете по этому поводу? А теперь давайте поговорим про что-то, у чего гораздо больше доказательств. Когда речь заходит о Луне, многие сразу же вспоминают про Аполлон-11. Это пилотируемый космический корабль из одноименной серии, в ходе полета которого в период с 16 по 24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела, то есть Луны. Миссия известна многими интересными и неоднозначными подробностями, но самое любопытное, на мой взгляд, это вот этот снимок. Он был сделан все тем же кораблем, но о нем почему-то НАСА до недавних лет строго-настрого умалчивали. На кадре четко видно, как под ногами пилота лежал камень, удивительно похожий на окаменевший череп гуманоидного типа, а не человека. Симметричные глазницы, носовое и ротовое отверстие. Думаю, если бы исследователи забрали его с собой, хотя бы малую его часть наука могла бы пойти по другому пути, а в теории эволюции произошли бы серьезные изменения. Вау! 3 апреля 1973 года. Знаете, чем знаменуется эта дата? Это тот самый великий день, когда человечество совершило самый первый в мире звонок по мобильному телефону. По сути, это и стало отправной точкой в то цифровое будущее, в котором мы с вами живем сегодня. Говорю об этом не случайно. Мне на глаза попался вот этот любопытный снимок из фильма Чарли Чаплина «Цирк». Картина вышла в прокат в 1928-м, но как в таком случае в ней могла оказаться девушка с телефоном в руках? Взгляните. Явно видно, как она шагает и попутно с кем-то разговаривает, выражая эмоции. Это без лишних вариантов напоминает диалог по мобильнику. Но как это возможно? На тот момент люди даже не знали о такой штуке, как мобильный телефон. Когда эта тема широко поднялась в общественности, люди начали выдвигать самые разные теории. Кто-то предположил, что женщина слушает портативное радио, хотя это не объясняет, почему она сама говорит. Кто-то, что попавшая в объектив дама, демонстрирует признаки шизофрении, прикрывая лицо в попытке скрыть тот факт, что разговаривает вслух сама с собой. Было предположено и тривиальное объяснение. Случайная прохожая просто пытается спрятать лицо от камеры. Скептики же думают, что этот фрагмент кинопленки вовсе является фейковым, и его придумали и кинолюбители. По итогам множества дискуссий, люди пришли к наиболее популярной версии. Это была путешественница во времени, которая случайно попала в кадр. Как вы думаете, могло ли это произойти по-настоящему? На самом деле, если говорить честно, я бы поверил в эту версию с путешественницей из будущего. В мире так много необъяснимых явлений, с которыми никто не может разобраться, даже спустя много лет. К их числу относится и этот снимок, который кажется менее мистическим и опасным, чем он является на самом деле. Три человека стоят у кровати и одновременно показывают пальцами на стену. Они что, сошли с ума? Подумают про себя, незнакомые с этой историей люди. Но поверьте, вы бы и не так себя вели, окажись вы на их месте. Этот маленький мальчик одной ночью стал слышать странный стук, доносящийся из-за стены. Поначалу он думал, что там просто ведутся какие-то работы. И это не его забот дело. Но когда стук продолжился на второй день, на третий звучал уже целую неделю, он все же решил спросить об этом у родителей. Те посмотрели на него удивленно и не поняли, действительно ли он говорит правду. Желаю знать все лично, взрослые остались в его кровати на ночь. И, о чудо, звуки повторились. Более того, они стали куда громче и четче. Ничего выяснять родители не стали. Они сразу же вызвали на место экспертов по паранормальным существам и попросили тех провести анализ территории. Многочисленные изучения дали понять, что в комнате нет никаких духов. Но в то же время, прямо на глазах у исследователей за стены продолжался доноситься стук. После таких страстей дома, хочется выбраться на улицу, оказаться где-нибудь на природе, в лесу и просто прогуляться, и отвлечься от бытовых проблем и суеты. И все бы хорошо, но ведь в лесу тоже полным-полно странных и очень жутких существ. К одним из них относится скунсовая обезьяна. В 1942 году ее впервые заметили обычные туристы. Сделали снимок и анонимно отправили его местному шерифу. Судя по комментариям, приложенным к фотографии, обезьяна подобное существо издавало крики в течение трех ночей подряд, имело ужаснейший запах и в конце концов убежало. Даже не знаю, я многих обезьян за свою жизнь повидал, но вот это, она пожалуй самая странная и в то же время неприятная из известных мер. Эти красные светящиеся в ночи глаза, зубы, клыки и огромная туша. Ничего хорошего это точно не сулит. Что это за снимок? Кто-нибудь из вас знает? Проверим вашу экстрасенсорную способность. Чем закончится поход этих ребят? Возможно вы угадали, что это не случайные горнолыжники. Это люди из печально известной группы Дятлова, которые отправились в поход на Северный Урал. Снимок же один из последних, который они сделали. Как известно, эта вылазка обернулась таинственной трагедией. Тела членов группы находились в странном положении, далеко друг от друга. У каждого из них были серьезные травмы. Что именно произошло со студентами, никому так и не удалось выяснить до сих пор. Думаю, что эта история так и останется тайной на века, к превеликому сожалению. Пасть чужого К слову о снимках, которые трудно разгадать. Если бы вам показали вот этот кадр, кто бы первый пришел вам в голову? Монстр из какого фильма? Чужой? А может это пасть вообще не настоящая? А вот и нет. Ни один из предыдущих вариантов не верен. Перед нами челюсть черепахи, но не простой, а кожистой. Эти многочисленные отростки служат ей своеобразными зубами. Ими оснащена не только глотка, но и весь пищевод. Кроме того, эта прелесть также направлена внутрь. Это сделано для того, чтобы цель, угодившая в пасть, не имела шансов выбраться обратно наружу даже при больших усилиях. К счастью для нас, кожистые черепахи не трогают людей, и их рацион обычно ограничивается рачками, водорослями и медузами. Фредди Джексон Когда военные действия завершаются, это не может не радовать. Так было, есть и всегда будет. Тем не менее, иногда такой процесс может вызвать куда больше странных эмоций и ощущений. Этот снимок, на первый взгляд, совершенно ничем не примечателен. На нем собралась целая эскадрилья. Солдаты успешно отслужили во времена Первой мировой и решили сделать в честь этого снимок на память. На нем собрались все, даже те, кого там не ожидали увидеть. В этом месте расположился некий Фредди Джексон, мужчина, служивший с ребятами. Казалось бы, что в этом необычного? Вот только тут есть один нюанс. Фредди погиб еще во время войны. Тем не менее, солдат появился на финальном снимке. Как это возможно? В 1975-м Диана Бертло и ее муж Питер посетили Ворстедскую церковь в графстве Норфолк, Англия. Диана начала молиться в тишине, а Питер решил сфотографировать супругу. Казалось, что в этом нет ничего необычного, но так это было лишь для человеческого глаза. Вернувшись домой, пара ужаснулась, ведь оказалось, что в тот момент за спиной девушки находилась какая-то белая тень. Видно, что на белой незнакомке маленькая шляпка и устаревшая одежда. Оставлять это просто так было бы слишком опасно. Мало ли это дух, который их преследует? На следующее же утро супруги прибежали обратно в церковь и стали расспрашивать о таинственной незнакомке в белом у работников церкви. К их счастью, нашелся человек, который был готов посвятить их в суть происходящего. По словам священников, в церкви действительно витает дух какой-то девушки. Но дух этот совсем не злой, а скорее добрый. Он образуется лишь рядом с тем, кому нужно исцеление. Диана припомнила, что тогда она действительно сильно болела, но после посещения церкви почувствовала себя гораздо лучше. Слендермен. Ничего странного на этом фото не замечаете? Сколько людей вы тут насчитали? Вон девочка сидит, слева мальчик, чуть дальше еще один их друг и маленькая собачка. Но это не все. Вон там справа кое-кто смотрит за игрой маленьких детей и ждет подходящего момента. По легенде местных, человек с длинными ногами и руками, одетый в офисный костюм, преследует детей и гипнотизирует их, заставляя делать поистине ужасные вещи. Тело фотографа, например, ровно как и информацию о том, кто это вообще мог быть, так до сих пор и не узнали. Радует хоть, что эти дети остались целы и невредимы. Хоть они и полностью потеряли память о том ужасном дне. Люди плавали на своей лодке и случайно увидели под водой таинственного монстра. Было очевидно, что это не может быть большой рыбой или каким-то исследовательским аппаратом ученых. Больно уж, эта штуковина была странной формы, да еще и гигантских размеров. Тем не менее, люди успели сделать снимок и выйти сухими из воды. События, связанные с этим снимком, берут начало в 1960-м. Именно тогда, около земной орбиты, был замечен необычный летающий объект черного цвета. Военные США приняли его за шпиона и захотели сбить его. Но финального приказа так и не поступило. Позже черного рыцаря замечали еще несколько раз. Он появлялся и бесследно исчезал вновь в разных уголках земли. Любители всего неопознанного считают, что это тысячелетний спутник внеземного происхождения. Более реалистичные версии указывают на космический мусор. Если это и правда мусор, разве он может постоянно пролетать над землей с такой высокой периодичностью, да еще и в разных частях? Следующий снимок был сделан в 1988 году в одной из деревень. В окно дома, где жила женщина с дочкой, прямо посреди ночи кто-то нагло постучался. Женщина осмелилась открыть дверь, но снаружи никого не оказалось. Желая обнаружить какие-то нестыковки, она попросила своего друга сделать несколько снимков их дома снаружи. И то, что они нашли, лишила их дара речи. Было отчетливо видно лицо загадочной женщины. Она точно не была живой, ведь в таком случае ее бы обнаружили. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь.